Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому первые впечатления были свет и соединение всего сразу, запахов, листвы, всего. Мне кажется, что многие люди помнят это с детства и то, что в взрослом возрасте человек часто забывает и теряет за суетой, за беготнём. И что он всё-таки иногда вспоминает, что в суете беготни есть нечто настоящее, подлинное, то, что происходит непосредственно с ним, с этим человеком. Это вот хвостики, кусочки тех детских воспоминаний, когда человек воспринимал мир непосредственно. Ему ещё никто не объяснил, как его нужно воспринимать. Он ещё не знает, что от него ждут человек. Он только родился. И он всё воспринимает, как есть. В своём творчестве я пытаюсь не терять этой связи себя и миром. Миром с собой, себя с миром. Потому что это важно для человека, для его самоидентификации, самоосознания, самопозиционирования в этом мире. Видите, сколько всяких слов нужно взрослых сказать, чтобы выразить такие простые детские чувства, простое ощущение непосредственного восприятия. Потому что взрослые нагромождают смыслы, нагромождают необходимости, нагромождают условности прочтения. А мне всё хочется на основе отфильтровать, отбросить и оставить только то, что действительно важно для меня. Если перейти к формальной моей биографии, я родилась в семье художников. И мне так повезло, что с детства я общалась с людьми, которые очень ценили моё видение, моё восприятие мира. И до сих пор в нашей семье это постоянно как-то основа жизни, что я вижу, как не просто людям, как не просто детям, которые родились в семьях, в которых нет таких ценностей. И им всё время что-то приходится доказывать, им всё время что-то приходится объяснять. И очень благодарна и семье своей, и своим учителям за то, что они поддержали меня в моём желании воспринимать меня самостоятельно, непосредственно. Родилась я в семье художников, училась сначала в одной художественной школе, потом я перешла в замечательную школу, которая была художественной лицей. То есть школа с углублённым изучением изобразительного искусства, предметов, живописи, рисунок, композиций, истории искусств. Благодаря этому у меня было в старших классах очень много свободного времени для моего творчества, для того, чем я любила заниматься. Я, безусловно, хорошо относилась и к другим наукам, и мне интересно было, и физика, и химия до сих пор интересуюсь всем. Мне интересно, как развивается современная наука, мне интересно, как современное всё, что угодно. От физики до микробиологии, от каких-то биотехнологий и до космоса всё меня интересует. Поэтому, получив такое образование, где, с одной стороны, я могла интересоваться и наукой, и интересоваться и много времени уделять искусству, это тоже очень важная часть моей биографии, потому что без этого, вот этот период подростковый, когда человек так много должен сделать сам, когда он так много должен сделать для того, чтобы поставить свою личность, это тоже очень помогло. Очень трудно, видите, очень трудно выделить что-то действительно важное, и трудно что-то отринуть как неважное. Всё важно в человеке, информирование для жизни, всё важно. Потом я готовилась в Строгановку, поступила в Строгановку через третьи попытки. Хотела поступать на керамику, потом всё-таки решила, что я колорист и поступала на живопись, и поступила на монументальное отделение, очень рада, что я именно эту планку взяла. Тогда я считала, что это очень высокая планка, был высокий конкурс, были очень строгие требования, был отбор серьёзный, вот, и считала, что это, ну, такой вот серьёзный этап в жизни. Я думаю, что это тоже очень много мне дало, именно вот учёба на монументальном отделении. И, конечно же, учителя, которые, преподаватели, которые... Вот видите, в школе учителя, а в институте преподаватели, но они постепенно становятся учителями в самом высшем смысле этого слова, потому что они становятся теми маяками в жизни, которые вот хорошо, так далеко освещают путь, далеко освещают вот то, куда можно пойти в творческом смысле, куда можно двигаться. Они уже не направляют, как учителя школьные, они освещают вот эти вот границы, вот эти вот горизонты, куда ты можешь пойти и дальше освещать уже самостоятельно. Вот я вижу в этом преемственность современную, преемственность в культуре, в искусстве. Много имён могу назвать, которые для меня очень важны. И Игорь Павлович Абросов, у которого я училась, и Залысин Сергей Лазаревич, и Тумольский Владимир Иванович. Они все, каждый по-своему неоценимые, неоценимые просто дали знания, которые... То есть люди, благодаря которым мир для меня сформировался и увиделся вот в каком-то уже ином мягче, не непосредственно моём, а уже с теми оттенками, которые они вносили в это видение. Благодаря чему дальше уже опять новый этап художника формируется, какое-то уже видение в контексте, в контексте культуре. Мне интересно сонтворчиться читать видение в контексте и непосредственно своё медиа. Это сложный такой процесс, и очень сложно, на самом деле, просто, строго говоря, препарировать. Сейчас очень модно всё препарировать, раскладывать по полкам. А мне нравится в искусстве то, что нельзя препарировать, то, что нельзя другими, другими, нежели изобразительными средствами передать. Насчёт разложить по полочкам. Не могли бы Вы рассказать про те серии работ, которые представлены сегодня в открытом клубе, потому что, как я понимаю, они разного времени, некоторые из них связаны каким-то образом, некоторые, например, вот эти прованские пейзажи, они как-то смотрятся несколько отдельно. Расскажите немножко про свою работу. На самом деле, приходят идеи и творческие какие-то мысли, они приходят разными путями. Мы не всегда даже только можем до конца осознать, что к чему. Ну, скажем, вот, если речь идёт вот об этих, вот, натюрмортов, прованских, они очень, для меня это как раз отблески тех, того самого восприятия, того непосредственного восприятия цвета, которое, как бы, вот, откуда-то из детства приходит. Какое-то восприятие цвета, которое непосредственно связано с настроением, непосредственно связано с ощущением вот этого цвета, света от воздушной среды, от предмета, как вот такой вот непосредственно воспринимаемый... Даже любые крючки. Это очень сложно. Это как раз то, что очень сложно объяснить. А вот та работа, которая позади вас? Вот эта работа, она очень хорошо здесь написать, потому что она такая противоположность. Эта работа такая немного аналитическая. Здесь я выбрала стилистику какого-то дюреровского, возрождецкого плана с очень достанальной трактовкой, формой и так далее. Она, собственно, во всем, начиная от мерклущего, блеклого и мертвого цвета и заканчивая вот этими выпадающими листьями, она о умирании и о страхе перед смертью. Вот. Она на самом деле тоже... Я старалась минимально... То есть мне не хотелось давать какие-то аксессуары, да, и какие-то нарочитые подсказки. Мне тоже хотелось выразить это все пластическим языком, выразить языком цвета, и языком линии без литературщины. Вот. Ну, я не знаю, насколько это удалось. На самом деле это совершенно реальный фикус, который пыталась... Ну, знаете, покупаете в магазине растения, и несмотря ни на какие ваши усилия, она все равно отдыхает. Есть такое... Ну вот от некоторых ваших работ действительно есть ощущение тревожности. Например, Датетто, Яблоко Раздора, еще есть несколько работ, которые называют... Вот. У меня было похожее ощущение, может быть, это очень субъективно, от работы, например, Декирика или Магрита, или вот, в общем, художников начала 20 века, близких к сюрреализму, и тоже вот этот какой-то момент... Ну, какой-то вот такой вот, что тебе немножко... Ну, не то, что страшно, да, а скорее как-то себя чувствуешь... То есть, в принципе, насколько это корректно такое... Ну, не то, что сравнение, да, с коррекцией? Мне приятно вообще, потому что и Декирик, и Магрита для меня такие очень родные по... Так скажем, по тому, как... Вот. Мне нравится... И Декирик, и Магрита мне нравится то, как они, очищая от случайных каких-то... от случайностей своих высказываний. И высказывания очень однозначны. Так что... Ну, если говорить как раз об искусстве начала 20 века, то... А Декирико же не очень много говорят, на фоне Дали он, как бы, так, довольно малоизвестный, так скажем, художник. Малоизвестный, что как и масса. Но для меня Декирико, еще когда я училась, он для меня был каким-то заповедным, тайным, но очень внятным, что ли. Он был как вот... Это как молния. Раз, и в тебя прямо точно попадает какие-то ощущения, представления и чувства. Вот. И для меня это, в принципе, приятное очень сравнение, потому что это... Получается, что есть прочтение. То есть, когда художник зашифровывает что-то, конечно, он хочет, чтобы расшифровали. Конечно, он хочет, чтобы... У меня есть это в работах моих, попытка где-то сыграть в какой-то ребус и кроссворд, зашифровать некие смыслы, чтобы люди могли сами расшифровать. Я поэтому не очень люблю на выставках вот эти вот огромные плакаты с объяснялочками. Вы должны тут ощутить вот это, а рядом с этой картиной, пожалуйста, давайте ощущайте вот это. Мне хочется, чтобы человек сам подошел и сам ощутил, чтобы он сам подошел и сам расшифровывал, чтобы он думал. То есть, вы считаете, что как бы давать какие-то намеки или как-то подталкивать зрителя к пониманию, давать какие-то ключи, это не надо? То есть, каждый может считать, что здесь есть место. Я считаю, что иногда можно сыграть в эту игру, но она не обязательна. В этом весь интерес. Где-то помещать какую-то... какой-то ключ, а где-то не давать ключ, а пусть сам и думает, пусть сам и ощущает. Мне очень, главное, приятно и интересно слышать, пусть даже неожиданное прочтение. Ведь художник часто работает, не задумываясь даже о каких-то таких вещах, как это будет смотреть или как это будет прочитывать. Даже, скажем так, я чаще всего не задумываюсь. Но иногда хочется сыграть в игру. Ты играешь в игру, в которой ты изжифровываешь смысл. И очень хочется, чтобы кто-то тоже с тобой сыграл в эту игру. Но если нет, то ничего страшного. Вот в этом смысл, мне кажется, художественного творчества. Художник, в общем, мне. Мне достаточно просто меня сама. Я могу одна играть в свою игру. Если приходит кто-то, и ему тоже интересно играть в эту игру, то я только рада. Я рада этому, я рада, что у людей возникает какой-то отклик. Я против того, чтобы давать человеку инструкцию, как ему следует играть. Я люблю игры, в которых нет инструкции, в которых есть приглашение увидеть вот этот, который может быть по своему сыграть. Может быть, это против правил, но у меня нет. Это замечательно. Это дает, так сказать, свободу. Определенно. Мы очень интересны. Мы всегда интересен диалог. А в диалоге вы никогда не можете предсказать, что он ответит в этом весь смысл диалога. Да. Совершенно точно. Мы говорили немного про контекст в самом начале, и вы стали развивать идеи, которые мне казались очень интересными. Вот именно связь с современным искусством. Можете как-то поподробнее рассказать, как вы себя ощущаете в контексте современного, ну, по-моему, образом актуального искусства? Потому что, понятное дело, что сейчас просто каждый делает все, что хочет, и очень сложно как-то выделить какие-то основные вещи. Вот не могли бы вы немножко рассказать про это? Ну, для начала я никак себя не ощущаю в контексте современного искусства. Я не знаю в точности. То есть я могу, как с точки зрения искусствоведческой, как человек, получивший высшее образование художественное, я могу прочитывать то, что сейчас происходит в современном искусстве. Мне интересно, я интересуюсь. Но себя я не ощущаю внутри этого. Не знаю, у меня впечатление такое, что я себя... У меня иногда чувство, что я заблудилась где-то, я из какого-то 16 века выпала и вынуждена приспосабливаться вот к этому всему вокруг. Мне ближе всего какие-то ценности ренессанса. Я не понимаю, почему сейчас художнику навязывается так социальная ответственность как единственная форма высказывания. Ведь обязанность любого человека быть человеком. И любой художник, он может быть социально значимым, активным, просто занимаясь своим творчеством. Он не обязан быть квакатом политическим. Он не должен быть. Он может, если хочет, но не обязательно это. И сужение личной роли личности художника до вот этого, знаете, бегущая строка, которая там что-то такое обязана понятное народу выражать. Может быть, это не имеет отношения к творчеству художника. Может быть, это важная деятельность, но она не исчерпывает возможности художественного языка. Я говорю, собственно, сейчас о том, что у меня впечатление, что сейчас теряется ценность в современном искусстве, теряется ценность художественного языка. А это очень печально просто. Я не могу выразить эту мысль. Потеря ценности художественного языка, она для меня ощущается. Я только чувствую. Я не знаю, как это проанализировать. Я чувствую, что это плохо. Я чувствую, что это нехорошо. Причем для всех. В том числе для зрителя, который привыкает к... Привыкает к... Вот, знаете, часто ко мне подходят люди... Ну, это не так уж часто, но бывает. Подходят и начинают вот выкручивать так вот. Ну, давайте, расскажите, а что вы хотели этим сказать, произведениям? А что вот здесь у вас изображено? Ну, мне иногда очень грубо хочется сказать, ну, глаза разуйте, вот, расшнуруйтесь. Попытайтесь припасть. Если у вас там что-то типа души осталось, вы попробуйте непосредственно повоспринимать. Попробуйте поработать душой, поработать своими чувствами. Попробуйте поработать тем, что вам дано от природы. Каждый человек может чувствовать, ощущать. Каждый может анализировать. Каждый может осознавать, что он чувствует. И рассказать, что он чувствует. Но нет же, они ленятся. Давайте мне инструкцию, говорят они, такие вот зрители. Я не хочу напрягаться тут, я устал на работе, я пришел получить прекрасное. Объясните мне, как я должен воспринимать ваше прекрасное произведение. Когда вы объясните, тогда я начну его чувствовать. Для меня это вообще, честно говоря, какое-то, я воспринимаю это как какое-то массовое поветрие, заболевание. Я помню, как люди входили в Пушкинский музей просто смотреть картины. Да, они обнюхивали эти этикетки под картинами. Им зачем-то нужно знать, в каком году там. Ну ладно, бог с ними. Но почему им стало важно не только обнюхать этикетку под картиной, а еще и что-то объяснили, как он должен воспринимать эту Монолизу или там что-то еще, рыбок Матисс. Мне кажется, что все это созветание, вообще любование, восприятие художественного произведения, это работа. Абсолютно. Современные зрители. Ясная, радостная. Ну это работа, безусловно. Современные зрители очень часто просто не подготовлены к этому. И все-таки мне кажется, когда вот все-таки есть какие-то ключи, какие-то легкие, какие-то награды, вы сами говорите, то, что вам интересно сыграть в игру, но вы не дадите инструкцию. Но я тут подкладываю ключи в виде изобразительного языка. Да. Вот, тут надо различать литературный ключ, сказанный словами, и ключ изобразительный, выданный в виде ассоциативного ряда. Понимаете, вот если в одной работе я даю ключ восприятия в виде каких-то вот пятен просто отдельных, человек видит и говорит, ой, да, вот что-то я прям почувствую сейчас. Я вот когда был там-там-там-там, я вот что-то такое там видел, да. И человек начинает чувствовать те же чувства, которые он испытал тогда. Там, глядя на пить закат, или сидя где-нибудь там в кафе и видя там рыбок. Такие тоже, такие люди, даже самые простые, я вас уверяю, есть очень простые люди, просто, как говорится, как принято называть, как сахи, которые приходят и говорят, а мне вот это очень понятно. Вот это то, что вы тут изобразили, я-то думаю, что странно, вот люди такие типу умные приходили, вопросы задавали, а вот этот простой человек от сахи, там, не знаю, рыбак сейнера, или люди с завода, всю жизнь человек там что-то на заводе железное делает, и у него вообще он на другом, он о другом думает обычно. И вот он приходит и начинает говорить про мою картину, а вы знаете, а я почувствовал, а вот почему вы так изобразили эту женщину нажимать, почему так не может, почему вот вы должны женщину с ребенком изобразить позитивно, я говорю, а почему вы считаете, что материнство это исключительно позитивное что-то, это сложный процесс, ну да, ну вообще мне жена говорила, что ей вот трудно с ребенком прибыть, он вспоминает какие-то свои, ассоциирует со своей жизнью, со своим опытом, и вот это уже то, что для человека, в принципе, и должно бы, вот если попадали к этому, какие-то вот эти вот отражения, переотражения начинаются, вот уже как бы и хорошо, уже значит, что-то достигнуто, какое-то, какое-то, а если нет, то либо у человека нет желания находить это, либо просто нету созвучий, там тоже может быть, с кем-то из художников есть созвучия, с кем-то нет. Я прихожу, например, от Матиссы часами-то идти не могу, прям вот возвращаюсь, похожу-похожу опять, посижу, как разумеется, похожу-похожу опять, а кто-то вообще никак. Вот есть художники, не буду из-за этого, просто подходишь, все понимаешь головой, но нету вот этого вот, и это тоже нормально, это нормально, потому что не обязательно, как это говорила Юрий Береганович, я же ничего не сошка, всем нравится, и вот, так другое, но зато по делу, вот. Так что, ну, это всегда сложный момент, надо ли, надо ли все расстроить. Опять же, степень проникновения, степень понимания тоже у всех людей разная, кто-то очень четко считывает какие-то коннотации, какие-то цитаты, какие-то четко, и ему этого достаточно, он прочитал и пошел, а кто-то, не имея даже каких-то, даже не имея, так скажем, бэкграунда для прочтения цитат, или каких-то вот непосредственно воспринимает, и попадает именно или по настроению, или по набору опыта какого-то. Вот у меня, например, один знакомый вертолетчик. Вот совершенно далекий от искусства человек, настолько далекий, что вот прям раздражает вот лишние картинки, ему мешают жизни явно, ну бывает и такое тоже. Не для всех, но визуальная информация ценна просто, в конце концов. Кто-то вот, например, не может музыку лишнюю слышать, а кто-то кому-то мешают лишние картинки. И, а тут он увидел одну из моих работ и говорит, а я помню вот этих птиц, я видел их в природе, как тебе удалось вот перестать то, как они вот прижимаются к скале, как они, как они, я тоже, я видела их только вот на записи, но мне они оказались очень трогательно, отображают нежность какую-то к детенышу к этому своему, друг другу, вот то, как они лепятся на этой скале вместе, рядом, прижимаются друг к другу, как люди друг к другу тянутся вот в этом вот, желании быть рядом. Он говорит, вот я тоже, он тоже это ощутил, хотя он не задумывался об этом долго, он просто не пробегал вообще, этой картины. И вдруг раз, я говорю, это как молния, либо есть, либо нет, ничего страшного, если человек не понимает, вот видит картины, говорит, я не понимаю, ну и как бы ничего страшного, что-то просто не пробежала искорка. Мы тоже полюбили все. Екатерина, большое вам спасибо, это было очень интересно. Спасибо, работа замечательная.